Всем привет! Сегодня у нас будет обзор нового растения. На самом деле новинок много, но остановимся на каком-то конкретном растении. Это будет Shadow Peashooter. И в принципе для многих это уже будет не новинка, но для меня, так как я долгое время отсутствовал, для меня это вооружение будет совсем новым. Есть еще Enhantmint, Spearmint и Peppermint. По-моему, этих растений я лично не видел и в предыдущих видео я на них обзоры тоже не делал. То, что мы обозревали, это Filament, Contentment, Reinforcement, Armament. Вот эти вооружения, по-моему, ну точно делал на них обзор. Вроде бы каких-то других ментоловых не было, но в следующем видео мы об этом поговорим. Сегодня у нас будет героем Shadow Peashooter и тест пройдет в локации Frostbite Case. Наверное, сейчас начнем по порядку. Сначала с первого уровня и фишка этой локации вот уже на экране, то что есть такие как переходы. Я не могу сказать, что это как минус. Может быть и минус, потому что вот эти переходы, они группируют зомби и идет толпа. С другой стороны, это может быть и плюс, то что мы можем поставить на конкретных каких-то линиях сильное оружие и группа будет быстро исчезать. Особенно с учетом того, что коллекция вооружений постоянно пополняется. В общем, есть в чем работать с зомби. С другой стороны, сильно на вот эти вот зоны не стоит обращать внимания, потому что есть такие как ветра, они еще попозже появятся в этой локации. И они просто будут зомби нести через эти переходы вперед. То есть мы ничего сделать не можем. Так что усиливать какие-то определенные зоны не стоит. Это надо делать равномерно по всему полю. Ну и, как я уже сказал, вот эти вот ветра, они помимо того, что замораживают растения, два ореха, которые нам предоставила игра, они заморожены. Так они еще могут нести зомби вперед, но это появится чуть попозже. Так же газонокосилки в виде таких, как бобров. В принципе, все очень сделано интересно и неплохо. Касательно нашего списка, конечно же, есть Shadow P-Shooter, так же гриб, бомба картофель, молния, парфюм, горячий горох. Я думаю, что в этом уровне дело до него не дойдет. Все-таки у нас герой этого обзора Shadow P-Shooter, поэтому мы его в основном будем задействовать. И еще плюс молния. Есть еще кабачок и вентилятор. Вентилятор он сдувает зомби назад. По-моему, вентилятор, если я не ошибаюсь. Но какой-то из вентиляторов точно появился в этой локации. По-моему, могу ошибаться. Но этот мы получили, как я его покупал, по-моему, за деньги. Вот, честно говоря, не помню. Но, в общем-то, он есть и есть, и он, возможно, нам пригодится. Стоит недорого, и он сдывает зомби назад. То есть, у зомби есть свои ветра, у нас, можно сказать, свои есть. Постепенно к нам идет пока один зомби, и вот уже работает Shadow P-Shooter. В общем-то, как растение такое посредственно, пока то, что я сейчас вижу. С молнией как-то все вместе справились с совместными усилиями зомби, но получилось это как-то не очень уверенно. Ну, чем больше, тем лучше. В игре он стоит 125 монет. В принципе, его можно позволить купить, поставить абсолютно во всех линиях. Ну, пока что мы посадили всего несколько кустов, но постепенно будем увеличивать количество. Тем более, что герой этого уровня именно это растение. И также будет помогать молнии, потому что тут еще у нее, у молнии будут, как сказать, такие функции обогревателя. Это необходимо, так как постепенно дуют ветра. Но в этом уровне, в начальных уровнях, по-моему, такого не будет. Все-таки эта миссия не сложна, поэтому мы с этой проблемой сталкиваться не будем. А что касательно действия плента с Shadow P-Shooter, вот сейчас мы только что видели, как горох выстреливает огромное горошино, и все зомби превращаются в пепел. Ну, в общем-то, неплохое действие, только лишь не все зомби вот так вот будут погибать под действием этого удара. Скорее всего, что мини-босс не с первого раза помрет. Так что для более или менее посредственных зомби это, конечно, будет смертельный удар. Более того, я смотрю, что он и объемный. То есть несколько линий могут, так сказать, быть обработаны этим ударом. Пока что мы проходим миссию без проблем. Я даже не могу сказать, кто являлся главным нашим помощником в этом уровне, так как и молния тоже очень хорошо справлялась. Но, в общем-то, самое главное, мы посмотрели свойства этого растения. Очень, ну, такое, я бы сказал, неплохое, где-то может пригодиться. Ну, и мы пройдем еще один уровень. У нас есть в списке такой, как обогреватель. Он появляется в этой миссии, так как мы уже прошли локацию достаточно давно. Да и сохраненка есть, в общем-то, это растение есть уже в нашей основе. То есть мы можем задействовать всегда. Но это растение, оно применительно только лишь для этого локации, потому что, кроме как Frostbite Caves, никаких зимних погодных условий нет. Поэтому это очень специфическое растение. Как, например, если вспомнить, у нас тоже есть такое растение, как кувшинка. Локация Big Quay Beach тоже применительна, только лишь для этого мира. В других локации просто воды нет. Есть уже на поле горох сдвоенный. Может, это будет не совсем умно, но мы его выкопаем. Он, по сути, нам не нужен. У нас с деньгами точно проблем не будет. Да и проблем с растениями тоже. Есть горящий горох, гриб, который дает деньги, парфюм, шаду, пи-шутер, молния, кабачок и халапени. Острый перец, который выжигает сулины. Ну, в общем-то, это все начальные уровни. Может быть, не совсем сила, но мы можем спокойно испытать это растение. Бывают очень сложные уровни, миры, и как-то фокусируется внимание больше на какие-то другие вооружения, чтобы не проиграть уровень. А те тестируемые растения, они как-то остаются в тени. Потому что у нас есть очень много таких специфических вооружений, которые необходимо высаживать в определенный момент времени. И при определенных обстоятельствах. А эти обстоятельства не всегда наступают. Ну, а это первый уровень. Тут можно полностью посвятить этим растениям. Как-то зомби себя не сильно агрессивно ведут. Вот уже и ветра дуют. Я тут говорю, что они попозже появятся. Но, в общем-то, появились позже, но не так, как я ожидал. Но и эта грейка нужна как раз против этих ветров. То есть, если она появилась, значит, ветра точно будет. Возможно, такие ветра я уже не помню. Они периодически в определенных уровнях сложности появляются то больше, то меньше. В зависимости от сложности. Горящий горох на фоне нашего Shadow P-Shooter сильно сдоминирует. Стреляет очень мощно. Он еще прокачан до максимального уровня. Возможно, в этом кроется причина. А Shadow P-Shooter, наверное, тоже на максимальном уровне. Но тут, как говорится, цена может свидетельствовать о том, что горящий горох сильнее. Но, на самом деле, так оно и есть. Это растение, которое, во-первых, может обогреть и уничтожит эффективно зомби. Ну что ж, я думаю, что дальше мы проходить не будем. Это то, что я хотел показать в этом обзоре. Дальше будет ментовое растение. Единственное, надо будет разобраться. Ну, то, что я сказал, что касательно там Spearmint и есть у нас Peppermint. В общем, вот эти вот растения, они из новинок. И мы ими будем заниматься в следующих видео. А на этом все. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok